Здравствуйте, зрители канала УТатьяны! В сегодняшнем видео готовим очень вкусный торт, который называется Чудная ночь. Я решила с вами поделиться этим рецептиком. Этот торт я пеку давно. Получается он пышным, вкусным, сочным. Это рай для сладкоежек. Так что скоро праздники, я думаю, этот тортик вам подойдет, вам и вашей семье. Начнем приготовление торта Чудная ночь. Какие нам нужны будут продукты? Первое. 700 мл кефира, 400 г сахарного песка, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г какао, желательно хорошего качества, 5 яиц, соды, 1,5 чайных ложечки и чуть-чуть уксуса, растопленного сливочного масла 3 четвертых пачки и 3 стакана муки. Форма, в которой я буду печь, 21 см в диаметре. Я взяла мисочку побольше и первым, что мы будем делать, это сухие продукты смешивать вместе. Начнем. Ванильный сахар и сахар-песок всыпаем в посуду побольше. Какао 100 г засыпаем тоже сюда же и смешиваем до однородной массы. Минуты 2-3 у нас займет эта работа. Нам нужно, чтобы какао хорошо смешалось с сахарным песком. Какао-порошок мы смешали с сахаром. Следующий этап это у нас яйца. Яйца мы добавляем к этой массе и венчиком смешиваем. Смешиваем тоже где-то минуту-полторы, чтобы яйца смешались с сахаром и какао. Как видим, в этом торте все доступные для вас продукты. Он не затратный и готовится очень быстро. Добавляем сливочное масло. Я его растопила. Оно остыло до комнатной температуры. Заливаем сюда же все в общую мисочку. И тоже смешиваем. Аромат. Какао пахнет прекрасно. Так что я вам советую выбирать какао высшего качества. Или той фирмы, в которой вы уверены. От этого зависит и вкус вашего торта. Заливаем сюда 700 миллилитров кефира. Жирность кефира в данном случае значения не имеет. Все смешиваем. До однородной массы. Смешали. Теперь мука. Просеянная мука. Возьмем где-то на лопатку одну лопаточку. Распределяем вот так. И отправляем сюда, в серединку, соду. Полторы чайных ложечки соды заливаем уксусом. Сейчас пройдет реакция. Смешиваем. И добавляем муку. Муку мы добавляем постепенно. Для торта нам понадобится 3 стакана муки. Но вы должны регулировать по своему тесту. Тесто должно получиться где-то как на блины. Ну, густота сметаны. Густая сметана. Вот. Вы видели густую сметану? Вот такое тесто у нас должно и получиться. Поэтому я всю муку сразу же не добавляю. Сколько возьмет. Вот такое у нас получилось тесто. Как густая сметана. Теперь. У нас уже есть приготовленная форма. Она уже выставлена пергаментом. Теперь мы берем 10 ложек теста. И выкладываем на дно формы. Именно 10 ложек. В разогретую на 180 градусов духовку. Мы сейчас отправим в печься первый корж. Печься он будет минут 15-20. И отправляем наш первый корж в печься. Коржи мы испекли. Получилось 5 коржей. Один корж я измельчила для украшения торта. Теперь у меня уже есть приготовленный сироп. Сироп можно сделать любой. Я сделала воду. Взяла полстакана воды и полстакана сахара. Закипятила и добавила фруктовый ликер. Вы можете тоже такой сделать сиропчик. Можете любой другой. Это по вашему желанию. Он остыл до комнатной температуры. И теперь я могу смело смачивать им коржи. Крем. Для крема нам понадобится 700 грамм вареной сгущенки. И 200 грамм сливочного масла комнатной температуры. Мы будем это взбивать на протяжении минут 5-7 до густой пышной массы. Вот этим кремом мы будем смазывать все наши коржи. Вот такой у нас получился крем. Пышный, очень красивый. Теперь что мы делаем? Пропитку, которую я уже приготовила, наносим на корж. Она должна получиться такая чуть-чуть густая. Достаточно. И крем. Лопаточкой наносим крем на корж. И распределяем. Коржи получились сочные, очень пышные. Вообще-то этот торт очень красивый и очень вкусный. Так что советую обязательно приготовить. Не пожалеете. И вот по такому принципу я следующий корж тоже пропитываю ликером, нашей пропиточкой. И выставляю сверху. Торт я собрала. Смазала сверху кремом. А теперь осталось украсить. Крошками из коржа я украшаю наш тортик. Одного коржа будет достаточно для украшения торта. Через 4 часа торт можно смело кушать. А пока после приготовления поставьте его в холодильник на 4 часа. Я решила с вами сегодня поделиться этим рецептиком. Я думаю, он вам понравится. И вы приготовите на какой-то праздник такой очень вкусный, пышный, высокий торт. Торт чудная ночь готов. Как видим, готовится он быстро, легок к приготовлению, доступный каждому из нас. Готовьте. Я думаю, вам он обязательно понравится. Он воздушный, высокий, красивый, пышный. Готовьте обязательно на любой праздник. Вашим гостям и вам понравится. Так что этот торт рай для сладкоежек. Если вам понравилось мое видео, мой тортик, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.